Вы слушаете подкаст сообщества Кэт-Кэт, озвучку лучших статей на историческую и околоисторическую тематику. О прошлом информативно и с юмором. Мяу! Русско-Персидская война 1826-1828 годов, часть 6. Автор Олег Дмитриев, читает Алексей Смирнов. Падение Эревани фактически лишало Персию последнего шанса закончить войну хотя бы в ничью. Еще когда Сардарь-Аббат со всеми его запасами оказался занят русскими, престарелый Фетх-Алишах, понимая, что дело дрянь, приказал своему непутевому отпрыску немедленно заключить с Российской империей мир, отдав ханство Риванское и Нахичеванское. Однако он недооценил упертость своего сынка. Аббас-Мерза по одному ему ведомой причине был уверен, что Эревань продержится до самой зимы, а там снежные заносы перекроют русским войскам коммуникации и они будут вынуждены отступить, поэтому проигнорировал распоряжение папаши. Шахские фирманы вообще довольно часто по меткому выражению Потта оставались глазом выпиющего в пустыне. Кроме того, царевич продолжал привечать у себя врагов России, которые сбегались к нему со всего Кавказа, и выделять им немалые суммы на подрывную деятельность в тылу Кавказского корпуса. А в Закавказье восстание действительно везде подготавлялось. В Дагестане появился убийца полковника Верховского Амулад, снабженный Аббас-Мерзою значительными денежными средствами. И начальник Дагестана генерал-майор Краббе доносил Паскевичу, что по малому количеству войск наших нельзя уничтожить ОНЭ, то есть восстание, при самом начале. Из Кахетии князь Бекович Черкасский писал, известный чеченский разбойник Бей Булат возвратился из Персии в Чечню с 48 тысячами рублей серебром для возмущения против нас народа. Даже под Тифлисом в Борчелинской дистанции волновались татары. Но вести о взятии Эревани живо угомонили всю эту братью с их нездоровой активностью, и в октябре 1827 года военный губернатор Тифлиса Сипягин писал Паскевичу, что всюду от татарских дистанций до Дагестана настала тишь да гладь да божья благодать. Впрочем, это было ненадолго. После взятия Эревани Паскевич вынужден был заняться административными вопросами. Оккупированная обширная многонациональная область требовала наведения вне твердого порядка. Составленный Паскевичем проект был довольно основательным и содержал следующие пункты. Первый. Создание временного правительства под руководством окружного военного начальника. Им стал генерал Красовский. Помощниками этого начальника должны были стать два русских чиновника. Один из этих помощников должен был присматривать за военно-полицейской системой, а другой за финансовой. Помощникам предавалось два асессора. Один из армянской общины, другой из мусульманской. Русские чиновники осуществляли непосредственное управление, мнение асессоров могло быть запрошено в случае необходимости. Второй пункт. В Вариване и Нахичеване создавалось городовое управление с разделением на полицейскую и судебные части. Третий пункт. До наведения порядка в судебной системе христианам и мусульманам предоставлялись права суда по гражданским делам внутри их общин посредством духовных лидеров. Тяжбы между мусульманами и христианами и уголовные дела рассматривались городовыми управлениями, вышестоящей инстанцией над ними становилось правление провинции. Столь основательный подход к обустройству занятых территорий демонстрировал непоколебимую уверенность, что отныне они останутся в составе Российской империи навсегда. Так оно и вышло. Взятие Тавриза Маленькая победоносная война, как это уже не раз было и будет в истории, привела к самым плачевным последствиям для ее инициаторов. Череда военных неудач спровоцировала народное возмущение и серьезный политический кризис в Персии, который поставил под вопрос власть каджарской династии, трон под которой, как уже упоминалось, шатался еще до войны. Теперь же у него, образно говоря, вообще выбили одну ножку и доламывали вторую. На фоне этого Фет Халишах уже сам стремился заключить мир, но не все было так просто. Парой месяцев ранее Иван Федорович Паскевич, выполняя инструкции Петербурга, предлагал Персам мир на достаточно божеских условиях, но, как говорится, жадность фрая разгубила. Аббас Мерза задрал нос и отказался от предложения. Теперь же, как и предупреждала русская сторона, условия были более тяжелыми и к территориальным уступкам в виде риванской и нахичеванской областей добавилось требование выплаты военной контрибуции в размерах 10 куруров – 20 миллионов сребряных рублей. Против передачи двух провинций Шах не возражал, а вот требование денег привело Шаха в настоящую ярость. Дело в том, что в Персии не существовало такого понятия, как государственная казна. Все доходы, которые каджары выколачивали с подбластных народов, по умолчанию принадлежали лично Фет Халишаху, то есть контрибуцию он должен был выплатить, по сути, из своего кармана, что его категорически не устраивало. Недовольный Шах, припомнив своему наследнику, что именно тому принадлежала блестящая идея объявить войну России, начал требовать, чтобы расплачивался с русскими тоже он. Для того, чтобы поторопить Персов с принятием единственно верного решения, Паскевич приказал сделать движение к Тавризу, где была расположена резиденция самого Аббаса Мерзы. Тавриз имел важное политическое значаще не только как столица богатого Азербайджана, как наиболее населенный и торговый город всей Персии, но как центр первых начинаний промышленности, правильного снабжения армии и вообще зачатков европейской цивилизации в Персии. С потери Тавриза и Азербайджана персидское правительство утрачивало материальные средства для продолжения борьбы. Например, единственный в Персии арсенал и литейный завод. Становилось бессильным и униженным, а Россия приобретала то грозное нравственное значение, которое надолго обеспечивало ей преобладающее влияние в стране. Движение должен был начать сравнительно небольшой отряд князя Эристова, оставленный для защиты Нахичевани от поползновений со стороны Аббаса Мерзы, а за ним от Иривани двигались основные силы. Но произошел курьезный случай. Армия персидского царевича постоянно маячила где-то впереди наступавшего отряда, но никак не вступала с ним в столкновение. А конница, посылаемая на реконсцировку, неизменно обнаруживала лишь следы брошенных лагерей. Наконец-то стало известно, что Аббас Мерза не решился пригодить пусть русским и отступил к Хою. Местные армяне рассказали Эристову, что в персидской армии все окончательно пали духом и началось повальное дезертирство. Так что никакого сопротивления от врага ждать не стоит. Ободренный этими слухами князь отдал приказ двигаться прямиком на город. В Тавризе же при этих известиях начался невообразимый дебош и хаос. Местное население, уже знавшее последние новости о взятии Иривани, совершенно не горело желанием повторять судьбу ее обитателей и класть жизни за ненавистных каджаров. Командующий оборонный Алла-Ярхан четно пытался навести порядок. Город был охвачен паникой, солдаты отказались повиноваться, бросали оружие и покидали свои посты. 13 октября к Тавризу подошел авангард русского отряда под командованием полковника Муравьева. Ему еще ничего не было известно о царившем в городе настроении. Более того, с крепостных стен было даже произведено несколько артиллерийских выстрелов. Впрочем, эти выстрелы стали своеобразным сигналом к началу повального бегства персидской пехоты. Напрасно Алла-Ярхан в бешенстве кричал, чтобы жители занимались стены и резал уши и носы ослушникам. Ему же никто не повиновался. Никто не решался, однако, и выйти к русским навстречу. Тогда Мирфитахсид, глава Тавризского духовенства, принял в свои руки спасение города. Он явился к Алла-Ярхану и решительно заявил, что всякое покушение сражаться при настоящих обстоятельствах послужит только к вреду правоверных. Он посоветовал хану сложить с себя звание главнокомандующего и уехать из города. Алла-Ярхан послушался и скрылся в одной из городских предместьей. В это время войска Муравьевы уже заняли предместье и стояли в готовности и в некотором замешательстве. Было не очень понятно, что происходит, поскольку город не защищался, но и не высылал делегацию с ключами. Солдаты с любопытством смотрели на разворачивающиеся перед ними представления в лучших традициях азиатского цирка. В это время на южной стороне Тавриза в поле показалась толпа, скакавших от города всадников. Расстояние до них было так велико, что преследовать было бы бесполезно и их оставили в покое. Это бежал, как узнали после, гарем Аббаса Мерзы под прикрытием небольшого конвоя. Участь гарема была бы, однако, несравненно лучше, если бы он остался в городе. Куртинцы, сторожившие персиян по дорогам, напали на женщин и ограбили их дочисто, так что даже с любимой жены наследнего принца сняли шитые золотом бархатные шальвары. В конечном итоге к Муравьеву вышли городские представители и объявили о сдаче Тавриза. Резиденция царевича Аббаса Мерзы и столицы северного Азербайджана палак спагам русского солдата как перезревший плод. Сама собой. Сам Алаярхан, бывший на секундочку первым министром Аббаса Мерзы, тоже бежал из города и пытался спрятаться в предместях, но был обнаружен и доставлен под белорученьки к русскому командованию. О вступлении князя Эристова в покоренный город сохранился следующий анекдот. Приближаясь к Тавризу, мы увидели сплошную массу народа, стоявшего версты на три от города по обе стороны дороги, по которой медленно подъезжал к нам Беглер-бей с огромной свитой. Приклоняя голову, он передал ключи города отрядному начальнику князю Эристову. Князь, указав персиянину ехать подле себя, тронулся вперед. И началось церемониальным маршем торжественное шествие с музыкою и барабанным боем. Народ кланялся до земли, подымал руки то к небу, то к сердцу, кричал что-то про Аллаха и справа и слева. При приближении князя Эристова резал баранов как жертвоприношение. Чуть ли не до ста штук было зарезано на этих двух верстах. Пройдя мимо дворца Аббаса Мерзы, называемого Арк и окруженного каменной стеною, мы расположились лагерем. Отдохнув немного, я пошел с товарищем в город. Тут подошел ко мне Александр Сергеевич Грибоедов и, поздоровавшись, рассказал, что Эристов в восторженном настроении от взятия Тавриза считает себя чуть ли не выше Цезаря и, разговаривая с ним, вдруг спросил. «А что, брат, Паскевич будет доволен?» «Не знаю», — отвечал Грибоедов, «это еще посмотрим». «Ничего, брат, Тавриз взял, шаг сзада прогнал». «А что, брат, как ты думаешь, что скажет Европа?» «Э, ваше сиятельство. Европа не Катерина Акакьевна. Она мало заботится о Тавризе и кто его взял», — отвечал Грибоедов. Катерина Акакьевна — полковница, вдова, жившая в Тифлисе и всегда игравшая с князем Эристовым в Бастон. 19 октября в Тавриз с основными силами прибыл и сам Паскевич по случаю взятия города, устроивший военный парад. Причем он разрешил войскам пройти по-ермоловски, то есть в походном обмундировании, имевшем вид далеко не парадный. И куда только делаешь щепетильность в вопросах дисциплины и внешнего вида, которую Иван Федорович проявлял ранее, пока главнокомандующим был не он, а Ермолов. Туркманчайский мир Заняв Тавриз, Паскевич тут же уведомил об этом Фетх Али Шаха, а также проинформировал его, что сумма к контрибуции возрастает до 15 куруров. Стоит ли говорить, что гнев Шаха возрос прямо пропорционально сумме выплат? К этому добавился и тот факт, что жители Азербайджана были, мягко говоря, не в восторге от власти каджаров и в целом были сами не против перейти в подданство России. Хан Маранский тотчас же передался русским и даже сражался против персиян. Марагинский хан освободил русских пленных офицеров, слепец Ат-Тахан Мышкинский сам выехал навстречу Паскевичу с изъявлением покорности. Шикакинское воинственное племя подняло знамя бунта против каджаров, прекратив проезд по тегеранской дороге, так что Паскевич вынужден был послать к ним Джихан Гирхана, главного начальника этого племени, чтобы выдворить между ними хоть тень порядка. В самом Тавризе духовенство открыто поощряло народное движение в пользу русских и громогласно проклинало каджаров. Персия находилась на пороге полного развала, а Азербайджан легко мог войти в состав России, что не могло не заставить шевелиться волосы на головах английских дипломатов. Английская миссия, кстати, после падения Тавриза в полном составе невольно оказалась в гостях у русских и сей факт их тоже изрядно раздражал. Момент и правда был очень заманчивый, но император Николай Павлович, как известно, имел свои принципы, в числе которых была полнейшая нетерпимость к любым бунтам против законной власти. Война войной? Между монархами всякое случается, это их дело, но восставать против государя не позволено никому. Государь Николай Павлович, конечно, не вдавался в соображения шиитской догматики и царствующие в Персии каджары, хотя и неолиды представлялись ему законными владителями Персии. Непреклонный в убеждениях строго легитимных, государь не допускал мысли о возможности воспользоваться непокорно сноподданных законному их монарху. Настаивая на удовлетворении России, он вместе с тем требовал от Паскевича и сохранения целости Персии, и неприкосновенности законной власти и престола шаха. Кроме того, подобный шаг неизбежно вызвал бы серьезное охлаждение в отношениях с другими великими державами Европы. Поэтому министр иностранных дел Нессельроды также выступал резко против присоединения Азербайджана. Собственно, благодаря этой позиции первых лиц империи Персии и удалось продолжить свое существование. Однако каджары еще не знали об этом факте, поэтому, когда 21 октября к Тавризу прибыл посланник Атабаса Мерзы с предложением начать мирные переговоры, Паскевич озвучил ему следующие условия. Первое. Передача России риванского и нахичеванского ханств. Второе. Контрибуция в 15 куруров. Третье. Немедленная выплата пяти куруров на выплату остатка не более двух месяцев. Посланник согласился со всем, но попросил, чтобы с ним в обратный путь отправился английский посол Макдональдс. Якобы только он сможет уговорить шаха, который был готов отдать хоть половину страны, лишь бы не платить ничего. А Абас Мерза все равно не располагал такой суммой. Иван Федорович дал на это свое согласие. Во-первых, потому что, как ни крути, англичане были не в плену, и главнокомандующий не мог ограничить свободу их передвижения. Во-вторых, потому что он считал, что такое посредничество может действительно оказать эффект. Однако, не веря в честность персидских намерений, начал приготовление к дальнейшей военной кампании и двинул отряд Бенкендорфа на Чевестер. Сразу после этого пришло послание от Аббаса Мерзы, в котором он уведомлял о своем желании лично увидеться с Паскевичем в Дейкаргане. 6 ноября 1827 года противники встретились лицом к лицу. Начались переговоры. Аббас Мерза начал вполне ожидаемо сетовать на непомерную величину контрибуции и клянчить скидку. Паскевич, признавая чрезмерность суммы, соглашался уменьшить ее размер на 5 куруров, но только при условии, что первый транспорт с деньгами будет отправлен уже в декабре. В противном случае угрожая прекратить переговоры и возобновить военные действия. Со всякой другой державой, писал Паскевич, министр иностранных дел, конечно, сперва заключается мирный трактат, а потом приступают к его исполнению. Но здесь наоборот. Сперва надо заставить выполнить требования, а потом подписать и трактат. Уступка Паскевича возымела действие, и вскоре из Тегерана пришло известие о том, что первый транспорт отправится уже 10 декабря. Казалось бы, все уже кончено и дело за малым. Подписать, наконец, мирный договор, пожать друг другу руки и разойтись. Но снова все оказалось не так просто. Турция, которая к тому моменту уже окончательно определилась со своим намерением объявить России войну, уведомила об этом Шаха. Рассчитывая, что Российская империя в Закавказье не сможет вести войну на два фронта, турецкие послы уговаривали Шаха повременить с заключением мира на невыгодных условиях. Сообщение это произвело эффект самый неожиданный. Персы воспряли духом до такой степени, что словно разом забыли все тяжелейшие месяцы войны и поражения, нанесенные им русской армией. Английские дипломаты, вызвавшиеся быть посредниками в переговорах, уведомили Паскевича о том, что престарелый Шах опять уперся как осел и не желает ничего платить. Когда это известие было доставлено, обескураженному Аббасу Мерзе не оставалось ничего другого, кроме как развести руками и откланяться. Война снова началась. Между тем, на дворе уже стоял январь 1828 года. Холодная зима с обильными снегопадами, заносами и совершенным бездорожьем. И тем не менее, русским войскам пришлось сниматься с зимних квартир и снова выступать в поход. Здесь помогла дальновидность Ивана Федоровича. Не будучи уверенным в успехе переговоров, он на протяжении декабря продолжал делать приготовления. Транспорты доставляли в Таврис продовольствие, зимнее обмундирование и спирт. По приказу главнокомандующего, все русские силы одновременно двинулись вглубь Персии по нескольким направлениям, чтобы подавить малейшую попытку сопротивления. К счастью, далеко идти не пришлось. Стремительное продвижение русских отрядов и занятие ряда населенных пунктов и крепостей повергли каджаров в панику. Подсобили и англичане. Еще прежде, когда передвижения русских войск только что начинались, невозможность сопротивления поняли англичане. Не отошли главные силы Паскевича и одного перехода от Тавриза, как мимо их верхом проскакал английский посланник Макдональд, а когда они едва миновали Уджан, он уже возвратился с Тегерана с известием, что шахом приняты все условия мира. Паскевич назначил местом встречи деревушку Туркманчай. Обсуждать было, собственно, уже нечего. Все слова были сказаны еще в Дайкаргане. В полночь с 9 на 10 февраля 1828 года был подписан Туркманчайский мирный договор. По непременному условию Паскевича семь куроров должны были быть уплачены сразу же. Остальные выплачивались в последующие годы, а под залог русские оставляли Хойскую провинцию. Пять куруров были уже в Тифлисе. Еще один находился в пути, а седьмого взять было неоткуда, поскольку скупой шах все-таки отказался платить за своего сына. Паскевич заявил, что в таком случае русские войска остаются в Тавризе, а царевич может жить, например, в палатке. Незадачливого Аббас Мерзу спас Макдональд, согласившийся внести за него миллион серебряных рублей, полкурура, из средств английской миссии. А в обеспечении другого миллиона персийскому царевичу пришлось отдать Урмейскую провинцию. Да еще и англичане в обмен за услугу потребовали динансировать договор о помощи Персии в случае войны. Так завершилась для России эта война. Хотя для современников событие было довольно значительным, Но в наши дни слава этой победы изрядно потускнела, став лишь очередным и не самым значимым конфликтом в Закавказье, который теряется на фоне войн, которые империи еще предстоит вести. И хорошо, если про него напишут хоть пару строчек в учебнике. Тем не менее, в этой войне было все. Невиданный героизм и столь же невиданная трусость. Подлое предательство и феноменальная верность. Невероятная удача и обидное невезение. Азиатский блеск и азиатская же нищета. Хитрые планы и их неожиданное крушение. Куда же без этого? Надеюсь, это повествование не только чуть подновило сияние славы русского оружия в глазах слушателей, но и развлекло его на пару часов. Вы прослушали аудиоверсию статьи сообщества «Катехизис Катарсиса». С текстовой версией, а также с другими работами автора и сообщества, вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Подкаст доступен на платформах Apple, Яндекс, Гугл и ВКонтакте. Будем признательны за обратную связь, а также напоминаем, что подкасты существуют исключительно на ваше добровольное пожертвование. Услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok